утро 30 сентября мы находимся возле рухнувшего моста и хотелось бы узнать каким образом пролет который снес камаз крепился к этому мосту а вот те самые точки опоры на которых стоял пролет смотрим внимательно здесь нет болтов поднимаемся наверх смотрим понятно что это все по загибали резали и вот он укрепление мост стоял под собственным весом вот на этих площадках кузов у грузовика не не поврежден он просто сдвинул конструкцию ну вот смотрите тот пешеходный переход который ну пролетное строение которое стояло на опорах оно рассчитано оно соответствует всем нормам там вертикальная нагрузка 400 килограмм на квадратный метр а полное требования к пешеходным переходом на сегодняшний день вообще нету никаких каких-либо требований для расчета вот пролетных строений вот на такие боковые удары а почему пролетное строение не закрепляется в принципе потому что в наших погодных условиях температурной зоне в нашей в которой мы живем колебания температуры происходит разница температур между самым холодным днем грубо говоря самым теплым днем в году разница составляет больше 60 градусов и за счет этого происходит как для железобетонных конструкций тем более еще и для металлических конструкций больше температурные перемещения то есть если пролетное строение закрепить жестко с одной стороны опоры и с другой стороны опоры мы тогда пролетное строение будет ограничено возможности вот этого температурного расширения и там ты перемещения и но в принципе такая конструкция она работать не будет это сварка все равно сварка крепление она будет срезано, сорвано под силой просто температурных перемещений, пролетного строения. Для этого специально используются резиновые опорные части, на которых как раз и стоял наш переходный переход. Но они и резиновые опорные части, они применяются для тех же железобетонных автодорожных мостов, путепроводов. Ну и второй момент. Нету гарантии того, что если бы был пролет закреплен к опоре, при таком ударе, там даже не сила удара значит многое, когда пролет начинает терять устойчивость, ну то есть он устойчивость потерял, начал, ну грубо говоря, пополам складываться, он бы под своим весом уже потеряв устойчивость, он бы тогда не просто слетел бы с опор, он бы тогда эти опоры потянул бы за собой. И еще неизвестно, какие бы там были последствия. А грузовики продолжают ходить. Сейчас водители в честь своего товарища сигналят. Проход на мост закрыт.